Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня попросили рассказать о правовых проблемах, связанных с открытыми образовательными ресурсами. И начать, наверное, следует с такого элементарного вопроса. Когда мы размещаем в интернете в открытом доступе открытые образовательные ресурсы, или тот самый МООК, о котором говорила Светлана Юрьевна, какова правовая основа вообще этого размещения? Ведь сегодняшняя ситуация с авторскими правами, вернее, с тем, что по навязанному нам шаблону сейчас в России называют авторскими правами, она достаточно интересна, потому что сегодня защищается, на самом деле, крик насчет пиратства и прочих интересных вещей, защищаются не права авторов, защищаются права издателей, так называемых правообладателей, которые покупают имущественные права у авторов за небольшую долю, и дальше получают свои сверхприбыли, продавая, тиражируя и продавая некие физические единицы продукта, физическую продукцию, содержащую контент, купленный у авторов. Реально получается, что огромная доля дохода от этих продаж оседает у этих самых правообладателей. Сам автор мало что получает от этого при издании книг, например, авторские отчисления составляют от полутора до девяти с половиной процентов от отпускной цены издательства. Сами понимаете, что девять с половиной процентов – это самые-самые раскрученные авторы, которые гарантированно продаются, типа Дарьи Данцовой. Но сами авторы, в общем-то, считают, что это их устраивает. Видимо, вся эта схема слишком хорошо накатана, чтобы так быстро исчезнуть. Но дело в том, что на сегодняшний день вот этот посредник информационный, задача которого заключается в физическом тиражировании, в физическом распространении контента, он, вообще говоря, с появлением интернета, и особенно широкополосного интернета, он становится просто не нужен. И вот он из этой вот могилы, куда погружается, он тянет свою костлявую руку, пытаясь остановить этот процесс. Доходит там до очень смешных вещей, типа, скажем, того, как в Соединенных Штатах Америки Ассоциация звукозаписи подала в Конгресс законопроект, согласно которому должно было быть запрещено распространение звукозаписи на носителях и сделанных по технологиям, которые не существовали в момент первой записи. То есть, если вышла на виниле пластинка когда-то, то ее можно распроизводить и распространить только на виниле, ни в коем случае не в цифровой форме. Но, слава богу, эта глупость не прошла. У нас, правда, она прошла бы блестяще, у нас и не такие глупости проходят в нашей Госдоме, и запрещать очень любят. Но, так или иначе, значит, надо исходить из того, что правовой каркас сегодняшнего, вот того, что называется авторским правом, на самом деле это копирайт, право на копирование и распространение, он очень мало и очень слабо приспособлен для того, чтобы можно было свободно использовать произведение. Более того, формально говоря, скажем, в России на сегодняшний день в явном виде не прописано в наших кодексах право автора свободно распоряжаться своим произведением, то есть отдать его, допустим, в паблик домен, вообще отказаться от каких бы то ни было прав на него. У нас очень слабо понимает наш законодатель, а особенно наши правоприменители, такую вещь, как договор с неопределенным количеством сторон или публичный договор. Он есть, он существует в нашем праве вообще, в гражданском кодексе, но правоприменители очень к этому делу пока плохо и подозрительно относятся. Тем не менее, значит, надо понимать, что существующий вот этот вот правовой каркас, он требует аккуратного обращения с правами авторов на вот эти вот новые, на контент, на их произведения в условиях новых механизмов распространения результатов интеллектуальной деятельности. И, собственно говоря, сегодня требуется создание новой экономической модели для того, чтобы авторы зарабатывали немножко по-другому, не так, как это было раньше, получая отчисления мизерные от посредников. Значит, на сегодняшний день, коллеги, применительно к свободному распространению лицензии. Я прошу, пожалуйста, следующий слайд. У вас мышка. Так, а на что-то никак. Так, минуточку. На что тут надо нажимать? Это для следующего. На левую мышку. Следующий я хочу. Вон, поехала. Ага. Значит, коллеги, на сегодняшний день в качестве ответа на этот вопрос, спасибо, на этот вопрос. Появился новый механизм. Он появился, в общем, довольно давно, еще в начале 80-х годов. Это механизм свободных или публичных лицензий. Он появился прежде всего в ответ на необходимость распространения программного обеспечения без вознаграждения. Первая открытая публичная лицензия была создана в университете Беркли Сан-Диего в 83-м году для распространения соответствующей версии операционной системы Unix. Потому что для учебных целей необходим был свободный доступ и лицензирование за те деньги операционных систем, которые тогда это стоило, это лицензирование просто было запретительным. Поэтому была создана первая свободная лицензия, которая позволяла работать с операционной системой БСД и Unix без оплаты авторского вознаграждения. Далее появилась несколько экстремальная вещь, разработанная Ричардом Стоуманом. Это лицензия GNU-GPL, General Public License, которая вообще, говоря, предусматривает полный отказ автора от каких бы то ни было прав, кроме права на упоминание его имени при распространении произведения. И при этом требуется в обязательном порядке распространение произведения только под такой же лицензией. Если там использован хоть какой-то элемент кода, лицензированного по GPL. Это, будем говорить, предельный случай. Но дальше процесс шел естественным своим кодом, поскольку требовалось для разных случаев разные виды лицензий предоставлять. И на сегодняшний день создано несколько десятков, более 60 различных свободных или публичных лицензий. Надо отметить, что подавляющее большинство этих свободных лицензий ориентированы на рынок программного обеспечения. И они не очень подходят или совсем не подходят для распространения контента другого типа. Соответственно, для того, чтобы можно было распространять контент другого типа, прежде всего тексты, музыку, изображения, видео, то есть авторский, творческий контент, не относящийся к программному обеспечению, была создана лицензия типа Creative Commons, то есть лицензия творческих сообществ. Автором этой идеи был Лоренс Лессин, который изображен на этом слайде. И с тех пор вот этот вид лицензирования, эта система лицензий, это уже не одна лицензия, это система лицензий, она поддерживается ассоциацией Creative Commons. И на сегодняшний день эта система лицензий насчитывает довольно большое количество вариантов, которые позволяют автору выбирать, какие именно из своих авторских прав он сохраняет за собой, а какие он отдает, так сказать, обществу за бесплатно. Какие это лицензии, какие, извините, какие это виды лицензий, сейчас, секундочку, вот они. Здесь перечислены виды лицензий, которые установлены третьей версией системы лицензий Creative Commons, которая действует на сегодняшний день. В разработке находится четвертая версия, она еще не утверждена. Итак, первая из этих лицензий это CC Creative Commons Attribution, CC BY. Это значит, что при распространении произведения, при его использовании мы обязаны указывать автора. Других ограничений у нас не существует. Мы можем делать с этим произведением все, что хотим, если мы указываем автора. Следующий, более ограниченный вид лицензии это Attribution Share Alike, это CC BY SA. Эта лицензия предусматривает, что мы обязаны указывать автора, и мы обязаны указать, что наше производное произведение, использующее вот это вот авторское, распространяется на таких же условиях. То есть мы тоже обязаны его предоставить в обществу на условиях, что наше авторство этого производного произведения и авторство предыдущего автора указывается в обязательном порядке, и те, кто дальше будет использовать наше произведение, обязаны распространять их на этих же основах. Следующий, еще более ограниченный вид, это Attribution No Derivatives. То есть это лицензия CC BY ND, которая предусматривает запрет на создание производных произведений на основе нашего произведения. То есть лица, использующие наше произведение, обязаны указать авторство и не имеют права модифицировать наше произведение, создавая, собственно, на его основе. Еще более ограниченный вариант, это, вернее, еще более ограниченная следующая группа из трех вариантов. Это практически все то же самое, но только лицензирование производится исключительно для некоммерческой использования. То есть мы можем, скажем, в лицензии CC BY ND создавать любые производные произведения при обязательном указании автора, но мы не можем эти произведения продавать. Следующий вариант CC BY NDSA, это значит, мы можем создавать производные произведения, мы обязаны распространять их на той же лицензионной основе и также на некоммерческой основе. Ну и следующий вариант, это CC BY NDNC, это распространение на некоммерческой основе и запрет производных произведений. Наиболее свободный вид лицензии Creative Commons, это Public Domain CC 0. Это полная передача произведения в публичное достояние, в общественное достояние, с отказом автора от каких бы то ни было прав на это произведение в дальнейшем. Ну вот видите, такая вот система лицензий действует на сегодняшний день. Сего сейчас, вот уже в течение двух лет, скоро два года будет, как идет работа над четвертой версией. Четвертая версия отличается следующим образом. Она отличается тем, что, значит, эта система лицензий, сохраняя логику тех шести лицензий, которые я вам перечислил, в наибольшей степени адаптирует эту логику к национальному законодательству в различных странах с различными правовыми системами. Учитывая те тонкости, те нюансы, которые возникают в национальном законодательстве. Скажем, использование лицензии Creative Commons во Франции и в России будет очень сильно отличаться, потому что, как я уже говорил, в российском законодательстве есть некоторые, так сказать, недоразумения или непонимания правоприменителей, касающиеся вопросов свободного, так сказать, свободной передачи, свободного заключения договора автором с неограниченным, неуказанным количеством участников с другой стороны. Для того, чтобы вам более подробно разобраться с тем, что представляет собой систему лицензий Creative Commons, я посоветую обратиться на англоязычный сайт Ассоциации Creative Commons, который вот по этому адресу находится, или на русскоязычный сайт, который ведет наш институт как партнер Ассоциации Creative Commons по России, который находится по аналогичному адресу в домене.ру. Там очень подробно расписано все, что касается самих лицензий, приведены тексты самих лицензий, приведены достаточно подробные сведения на нашем сайте о том, как можно использовать эти лицензии в правовом системе Российской Федерации. И, собственно, идут все новости о подготовке четвертой версии. Значит, на самом деле сейчас достаточно много есть направлений в развитии лицензий Creative Commons, которые вот приведены на этом слайде, и, наверное, самые важные среди них – это распространение лицензий Creative Commons на открытые государственные данные, на данные в сфере образования, на данные в сфере науки. Значит, там тоже есть целый ряд тонкостей, и сейчас идет согласование текста этой четвертой версии, которые позволят упростить и улучшить и использование, и применение, и правоприменительную практику относительно использования этих лицензий. Значит, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в России уже сейчас используется лицензия Creative Commons целым рядом организаций. В частности, если мы посмотрим на веб-сайт правительства Российской Федерации и премьер-министра Российской Федерации, там они лицензированы под Creative Commons by SA. Значит, аналогичным образом на сегодняшний день было выдано указание Министерством коммуникации и связи, другим министерствам, которые поддерживают собственные порталы о необходимости приведения системы лицензирования их порталов и контента на их порталах в соответствии с таким же уровнем лицензии Creative Commons. Кроме правительственных органов, а мы здесь, наверное, так сказать, опережаем некоторые другие страны, Creative Commons используется, лицензия Creative Commons используется в сфере образования. Целый ряд вузов свои порталы и свои открытые образовательные ресурсы лицензируют под той или иной версией лицензии Creative Commons. Есть целый ряд образовательных ресурсов. Ну, как пример могу назвать Википедию всем известную, которая также лицензирована под этой лицензией. То есть, на самом деле, идет процесс использования этих лицензий в практике Российской Федерации. Наше исследование, которое было сделано по заказу Министерства коммуникации и связи, которое одобрено Министерством коммуникации и связи, которое используется и в том числе в процессе подготовки поправок в текст четвертой части Гражданского кодекса, это исследование показало, что правовые основы для использования Creative Commons в России имеются. И, в общем-то, нет никаких препятствий для этого. Единственная важная тонкость заключается в том, что лицензии Creative Commons носят договорной характер. То есть, на самом деле, лицензия Creative Commons является публичным договором между автором и неопределенным кругом пользователей. Договором присоединения. Соответственно, в рамках этого договора присоединения, если автор сам выкладывает произведение под лицензией Creative Commons, все его пользователи, которые совершили конклюдентные действия, то есть каким-то образом использовали этот контент, они присоединяются к этой лицензии, они обязаны выполнять ее требования. Если же какая-то организация собирает с авторов контент и выкладывает от своего имени под лицензией Creative Commons, то необходимым условием для того, чтобы эта операция была законной и не вызывала никаких дальнейших неприятностей в правовом смысле, является то, что эта организация обязана получить от автора в договорном виде, в письменной форме, согласие на дальнейшее распространение его контента под такой лицензией. Вот это вот важный момент, который необходимо понимать вузам, необходимо понимать всем организациям, выкладывающим контент, созданный их сотрудниками, на основании лицензии Creative Commons. Необходимо иметь договоры с авторами контента, в которых в явном виде указано, что автор соглашается или разрешает выкладывать или распространять его произведения на основании той или иной лицензии Creative Commons, той или иной версии лицензии Creative Commons. Вот, собственно, самое важное, что я хотел вам рассказать. Если есть вопросы, я могу на них с удовольствием ответить. Спасибо. Как это микрофон у нас есть? Микрофон на столе лежит. Я могу сказать достаточно громко, наверное, не так много народу их слышно. Вопросы на такой. А, если вы сказали, затраты на получение такой лицензии и их технологические последствия. В некотором смысле, это же аналог, когда мы прямо напечатывали книжку, мы когда говорили, что на второй книжке я взяла на такого автора, если я это использовал, достаточно было практически такой-то киногут. Я мог цитировать и брать вакуинные книжки с помощью цитаты. А теперь, для чего нужно автору получение этой лицензии и какие-то капитократы? Отвечу. Значит, когда вы цитируете ту или иную, тот или иной пассаж из той или иной книжки автора, вы должны на сегодняшний день обратиться к четвертой главе Гражданского кодекса, где определено, что считается допустимым объемом цитирования, что считается, так сказать, разрешенным. В этом случае ничего больше делать не надо. Если вы используете существенную часть произведения в своей работе, скажем, дополняете, вы можете издать это произведение с вашими дополнениями как ваше произведение, в случае, если оно автором лицензировано под Creative Commons, допустим, ShareLake. By ShareLake. Вы тогда обязаны сослаться на этого автора, указать, какая часть произведения принадлежит ему и указать, что на этой же лицензионной основе вы разрешаете дальнейшее распространение уже вашего производного произведения. Каковы затраты? Да никакие. Для этого достаточно указать, что ваше произведение в самом тексте является... Вы разрешаете, вы его подкрыть в Creative Commons. Значит, наши юристы, которые занимаются правоприменительной практикой, рекомендуют указывать копирайт, который означает, что данное... с вашей фамилией и с годом, что данное произведение в рамках нашего законодательства указание копирайта с указаниями фамилии и года или списка авторов и года, оно указывает на то, что это принадлежит вам по авторскому праву. Дальше вы указываете CC, соответствующую лицензию, и это уже указание на режим распространения, который вы разрешаете. Если я наймит, то тогда все, что я сделал за свою зарплату, принадлежит университет. И мои авторские права, в общем, тут на этом кончаются. Вы ошибаетесь. На сегодняшний день четвертая глава Гражданского кодекса не позволяет таким образом отчуждать ваши неимущественные авторские права. Имущественные, да. Имущественные, да. Да, пожалуйста. Комментарьки простой. Автор остается автором. Закутываемся термином этого понятия. Значит, надо понимать, что авторское право создает автору составляющих, и совсем наше авторское право это не автор. Наше авторское право это авторское право в кондиментарной владыке. Поэтому автор является по факту создания произведения полным обладателем всех прав на это произведение. И прав на его использование в соответствии со своей ручкой. То есть автор имеет право определить режим использования это произведение в отношении любых лиц. Либо запретить, либо разрешить. Это за неданцовом можно, а я преподаватель. Значит, подождите, я сама преподавательу спать не буду. Дело в том, что когда вы пишете, что в порядке служебного задания, а есть определенная процедура, которая устанавливает порядок служебного задания. То есть, если вот это вот включено в ваш рабочий план, вы сделали какую-то книгу, написали в порядке, установленную вашим планом отчета, вы отчитались, вы за нее получили зарплату. Если вы на эту тему написали работу, которая не стоит у вас в плане, то она не будет являться служебным заданием. И, соответственно, правовый режим ее будет ваша, как у вашего авторского произведения. Но при этом, в любом случае, личные и имущественные права у вас сохраняются. То есть, имущественное право, исключительное право, оно действительно принадлежит работодателю. Подискутировать можно? Давай. Значит, когда преподаватель оправдывает свою зарплату, он заполняет свой личный план. В личном плане есть нагрузка преподавательская, горловая, а есть еще творческая работа, методическая творческая работа, где, вообще-то говоря, не обязательно указывается, я в этом году напишу какое-то пособие или такое-то. Значит, если не указано, если не указано, дело в том, что авторское право-правоформу, форма должна быть абсолютно определена. Вы, как творческий человек, можете написать что-то в порядке служебного задания, а можете написать что-то еще такое, там, весьма творческое, но за пределами вашей деятельности по теме своей основной работы. У нас такие дела были, когда университет переиздал одну книжку умершего своего сотрудника кафедры биологии с иллюстрациями, которые он там иллюстрировал, о его разработке, они были в порядке служебного задания. Ну, ему пришлось потом уплачивать компенсацию и с наследниками сильно разбираться. Потому что, вот именно вот эта грань, то, что не входит в ваш план работы, то, что не написано написать статью про оформление крокодилов, вот здесь написано написать статью, это в порядке служебного задания. Если этого не написано, а просто, так сказать, общие вопросы, ну, это уже вопрос, так сказать, ректору Зеркала. Понимаете? Авторское право формально определенное, это право формы. То есть конкретное задание должно быть конкретно сформулировано. И, кстати говоря, в трудовых договорах программисты, разработчики, они тоже таких очень много нагорели на этом, потому что программисты являются авторами, они уходили со своими разработками, на которые, извините, в трудовом договоре они умудрились не описать правомучия. То есть это вопрос только... У нас в России таких личных лицензий еще нет, только у них стоит. Дело в том, что автор, обладатель исключительного права, соответственно, он это право предоставляет только по договору. ГК говорит об этом, что только по договору. Формы договоров могут быть разные. Это могут быть лицензии присоединения, договоры присоединения, это могут быть договоры, в котором вы пишете, что вы, Иван Ивановичу, передаете право. Может быть, все, что угодно. Поэтому вы не ограничены в том, каким образом вы представляете свои права и какое возмещение вы на это получаете. Ну, там есть определенные условия требований, ГК там есть по авторским договорам, но это касается, кстати говоря, и патентного права, это касается объектов промышленной собственности вплоть до селекционных достижений. Поэтому здесь надо просто каждый раз смотреть. Надо вам заключать договор, либо у вас правообладатель является ваш ВУЗ, и, соответственно, он будет заключать договор, потом заключать договор, что тут обладает права. Предлагаю сделать такой курс и разместить его в открытой части Интуита или в нашем каком-нибудь. Потому что тема такая же вот и пища. Вот они в правосуде разместят. Да, да, давайте сделаем такой курс, потому что это действительно важный вопрос для преподавательского сообщества. Вы знаете, я несколько раз ездила в институт повышения квалификации Минобра, и для руководителей вот этих вот издательств университетских, там специально собирали, и меня туда уже приглашали. Вы знаете, это было очень сложно объяснить, на что они имеют право, потому что у нас народ категория не договора. Дома не привык. А я вчера общалась с английскими юристами, и вот мы обсуждали проблему договора в английском праве. Ну, 80 страниц договора, это так вот. Значит, надо повышать юридическую грамотность нашего академического сообщества. В первую очередь ректоратов, потому что вот все, что здесь было сказано, оно касается авторов. И правообладателей. У авторов просто есть личные и неущественные права. Хотела бы помитить, а то бы маленькую пометочку сделать, что личные и неущественные права неотчуждаемы. Поэтому говорить, что вот там может имя распоряжаться, не может, никто, кроме автора, имя распоряжаться не может. Это не передается, никакие договоры на это не влияют, ни отчуждения, ничего. Ваше личное и неущественное право и право на имя абсолютно. Отказаться от него вы тоже не можете. Значит, но на самом деле, конечно, в первую очередь просвещение такое требуется руководителям, потому что вы же понимаете, все проблемы, они создаются из-за и непонимания ими ограничений правовых, которые на самом деле на них должны действовать. Спасибо. Так, ну что, Анатолий Васильевич? Светлане Юрьевне, можно вопрос? А, давайте, да, извините. Или мы все... Или нет, нет, нет. Я это темно думаю очень активно, потому что... Давайте Светлане Юрьевне вопрос, и потом перейдем к Анатолию Васильевичу. Я вот о чем перескажу. Да, Светлана Юрьевна рассказывала, почему у нас в России нового СНГ ограничена разработка открытых ресурсов. Самую главную причину, вы не назвали, а это причина, которая вообще закрывает, я думаю, вообще всякие возможности работы вот преподаватели в этом направлении. Причина вот какая. Сегодня у нас в вузах, технических, по крайней мере, я не считаю, это какой школы экономики, она имеет индивидуальный статус. Значит, количество преподавателей определяется соотношением преподавателей-студент, а на каждого преподавателя, и это уже лектораты, определенная нагрузка должна быть записана. Когда-то было 600 часов, потом стало 700, а сейчас уже 850. И, соответственно, штатное расписание от этого зависит вообще на 100%. Почти все технические вузы, и наши в том числе, значит, заботится только о том, куда вы делите, черт, преподаватель, потому что их там 150 человек, все время лишен. Все время как бы не соответствует этой норме. Но мы придумывать, я не знаю, как бы. Значит, если я сейчас займусь открытыми ресурсами, я сам себе снижаю эту самую нагрузку горлового. То есть я сам себя убиваю. Какими стимулами можно заставить преподавать и разрабатывать ресурсы, если при этом я должен вообще уволиться и дом себе? Ну, естественно, в своем коротком выступлении я не могла осветить все аспекты. Когда вот я говорила о том, как благополучно складываются дела, ну, например, в Великобритании, там был реализован целый ряд проектов Национальным Советом по высшему образованию, выделялось финансирование на то, чтобы университеты разрабатывали курсы, которые распространялись бы по условиям открытых лицензий. Вот. У нас нужно действительно, чтобы министерство созрело. Я прокомментирую, уважаемые коллеги, на самом деле министерство давно созрело. На сегодняшний день, с прошлого, по-моему, года, а бы не с позапрошлого даже, Миноборнауки, вообще говоря, в условия лицензирования ВУЗа ставит наличие открытых образовательных ресурсов, электронных образовательных ресурсов. Ну вот, что я могу на это сказать? У нас, знаете, как говорят, плюрализм в одной голове – это шизофрения. Она имеет место быть во многих наших органах государственного управления. Причина этого, видимо, в том, что еще не очень хорошо люди понимают специфику вот этих самых электронных образовательных ресурсов, а тем более открытых образовательных ресурсов. Под этим в министерстве разные люди понимают очень разные вещи, сталкивались с этим вопросом, к сожалению. Но есть такое. Что тут сделать? Спасибо.